Можно ли полностью вылечить эректильную дисфункцию? Можно ли вылечить импотенцию? А как ее лечат? А к какому врачу обращаются? И лечится ли она действительно вообще? А что делать, если нету врача по каким-то обстоятельствам? Мужчины 90% считают, что вылечить импотенцию или эректильную дисфункцию нельзя. Все остальные общества считают, что 80% общества считают, что импотенция непобедима. А я говорю, что вылечить импотенцию или эректильную дисфункцию возможно. И подтверждение этому в случае в аптеке. Случаи, о которых я рассказываю в предыдущих видео. Последние с орхидеей, наверное, тоже многие из вас смотрели то видео. Проблема импотенции, проблема эректильной дисфункции, проблема личного характера. И очень жалко, что мужчины стесняются с этой проблемой идти к врачу, делиться о ней. А это очень распространенное, очень частое заболевание мочеполовой системы. И я знаю, как вылечить. И это знают многие врачи-урологи, которым вы, дорогие мужчины, стесняетесь идти. Что нужно делать? С чего начать? Как начать свое восхождение к победе? Первое. Не постесняться пойти к врачу-урологу-андрологу. Это психологи хорошие, это хорошие специалисты, которые знают, как с вами разговаривать и знают, чего вы боитесь и чего вы опасаетесь. И поверьте, когда вы придете к ним, никто из вас не станет над вами смеяться или издеваться, как кажется многим из вас. Значит, что делают эти врачи-урологи? А лучше еще, если вы пойдете в урологическую клинику. Но от этого всего, куда вы пойдете, зависит ваш кошелек, конечно, и ваше сознание проблемы, которые у вас есть, и эффект, какой вы ждете. Я не хочу сказать, что если вы пойдете к простому урологу или урологу-андрологу, то он вам не поможет. Он сделает прекрасный результат, вы будете и им довольны. Просто если вы пойдете к обычному урологу-андрологу, придется немножко дольше походить и сдавать анализы. Но это будет вам немножко дешевле стоить. Лучший вариант – обратиться в урологическую клинику. Да, может быть, это будет дороже, но от этого будет зависеть, сколько времени вы потратите на обследование и как быстро вы достигнете желаемого результата. Все лечение, вся диагностика будет индивидуально. Вы мне очень часто задаете такие наивные вопросы. Чем лечить? Как лечить? Какую дозу препаратов взять? Те же препараты из аптеки в какой дозировке купить? Как правильно принимать? Вы должны понять, что это серьезная проблема. И это все индивидуально. А еще, почему нужно пойти к врачу? Да потому что эректильная дисфункция или импотенция, или нет эрекции, или слабая потенция, как назовите, как хотите, уже всяким языком я это перечислила. Это симптом, симптом какого-то заболевания. И вы мне тоже очень часто под всеми моими видео в комментариях пишите, что мне делать, как быть, вот у меня эта проблема. Мне столько-то лет, у меня такой-то вес, я ничем не болею. Но не бывает вот этой дисфункции без какой-то причины. Она обязательно есть. О причинах выйдет видео или перед этим видео, или после этого. Еще. Многие, когда услышали про то, что я сказала, что нужна диагностика, пойти к врачу или в клинику, сразу даже возмутятся. Типа, вот опять, наверное, реклама. Нет, не реклама. Меня интересует эффект моего видео и ваше здоровье. И еще нужные комментарии под видео, что да, спасибо вам, я не побоялся, я пошел. Я пошел, я решил проблему. Дорогие мужчины, давайте мы рассмотрим один пример. У 95% всех, кто смотрит это видео, есть какой-то транспорт. Автомобиль личный, или вы на нем работаете, мотоцикл, ну любое транспортное средство, на худой кнец велосипед. У хорошего водителя он только заметит странный звук, он что делает? Быстро идет в сервис. Сегодня редко кто сам начинает ковыряться в своем автомобиле. Хороший водитель проблему не запускает, он не ездит и дальше. Да, бывает, вот в такой момент получилось что-то за проблема, нету каких-то денежных средств, но он в ближайшее время начнет устранять проблему. Он не будет делать так, что его автомобиль в какой-то момент возьмет и остановится. Плохой водитель, он будет откладывать, он будет кушать, но на автомобиль, на ремонт автомобиля денег нет. Он будет подвергать себя опасности на дороге и других людей, и вовремя не будет ремонтировать, будет ждать. Ладно, если это будет короткий период времени, а очень часто есть такие водители, когда что-то одно поломалось, другое, там уже машина превращается в развалюку. Есть и такие, 20% именно таких водителей. Очень часто мы видим машину вроде бы и неплохого года, а она ужасная внутри, салон, да и снаружи понятно, что там происходит. Так вот, я вам хочу сказать, дорогие мужчины, что очень часто вы к своему автомобилю относитесь намного лучше, чем к своему состоянию здоровья. У вас ваши автомобили выглядят лучше, и их состояние лучше, чем лично ваше. Поэтому, к сожалению, здоровье ваше, состояние вашего организма – это далеко не автомобиль. В автомобиле вы сможете поменять любую деталь, тот же двигатель, вы сможете ее заново покрасить, вы сможете поменять колеса, что там еще меняется в автомобиле. Но, к сожалению, вы не сможете сменить ваше основное мужское достоинство. Не, ну есть разные операции делают, да, возможно, но это будет стоить очень больших средств, усилий, и не всегда оно поедет так, как бы хотелось, как поедет автомобиль. Поэтому, лечение, как происходит лечение эректильной дисфункции. Вы обратились или к врачу-урологу-андрологу, или в какую-то клинику. Вас обязательно врач выслушает. Заметили? Выслушает, не высмеет, а выслушает. Задаст ряд вопросов. Обычно вам уделят своего времени от 20 минут в обычной поликлинике до часа, а то и полтора в частной клинике. Соберут, так сказать, анамнез. Будут разбираться, что это такое, из-за чего у вас эта проблема, что еще нужно проверить. После этого вам врач назначит диагностику. А иногда, если он поймет причину, а хороший врач очень часто видит и причину, уже на первой консультации, он может вас попросить посетить или предложить вам посетить или эндокринолога, или еще кардиолога. И тут нужно послушаться. Это не деньги с вас хотят все выкачать. Это хотят вам помочь и лечить вас самым наилучшим методом. Иногда у вас обнаружат при этом обследовании еще несколько заболеваний. И это тоже вам не хотят навредить, а наоборот, вашу пользу. Потому что с этой проблемой редко, когда она происходит в молодом возрасте. Хотя у меня есть перед этим вышло видео, что и ребята 18-20 лет тоже страдают эректильными дисфункциями. После этого, когда специалисты найдут причину вашей импотенции, будет предложено лечение. Чаще всего оно медикаментозное и плюс психотерапевт в тяжелых случаях. Иногда достаточно просто медикаментозного. Иногда банальный простатит ведет к импотенции. Сколько у меня тут случаев было, когда разговаривали с мужчинами, предлагала обследоваться и говорила, что «Мне кажется, у вас серьезной проблемы нет. Мне кажется, у вас простой простатит». И люди приходили довольные. То с цветочком кто-то пришел, то с коробкой конфет. И говорили, «А вы откуда знаете? Вы как рентген мне сказали правильно, что со мной». Поэтому, дорогие друзья, банальный простатит лечите, и вы не импотент. А многие давно из вас, многие поставили крест на себе, хотя не все так запущено. Еще может быть хирургическое лечение. Тут уже при серьезных случаях, врожденных аномалиях или действительно серьезных проблемах. Значит, что делает медикаментозное лечение? Медикаментозное лечение может быть назначено в виде таблеток, свечей, уколов, для того, чтобы, скорее всего, убрать инфекцию, для того, чтобы поднять тонус вашего организма и улучшить кровоток в этом самом мужском главном органе. Психотерапевт. Для чего нужен психотерапевт? Очень часто виновата психосоматика, психоэмоциональное здоровье человека. О причинах, об этих проблемах мы еще поговорим в следующих видео. Кого интересует эта тема? А психосоматика у 90% мужчин присутствует. Вот вина импотенции или эректильной дисфункции психосоматика, представляете? Что будет делать психотерапевт? Не нужно бояться этого врача. Психотерапевт занимает, нужен психотерапевт, который не лишь бы какой, а который занимается конкретно вашей проблемой психосексуальным нарушением. Вот такой специалист вам нужен. И пойти к нему не страшно. Этот человек просто поговорит с вами. И в вашем разговоре найдет причину, где ваша психика, где ваш мозг сделал сбой. И бояться этого специалиста не нужно. Ну, а уже операции хирургические, это когда есть сосудистые проблемы на члене. А именно эти операции 80% успеха могут дать, если была просто сосудистая проблема. Ну и уже эндопротезирование. Значит, дорогие мужчины, профессионально, качественно вылечиться или без врача в этой проблеме не обойтись. Без специалиста в этой проблеме не будет решения. Я не знаю, как до вас это донести, что проблема эректильной дисфункции и вот этого вашего состояния, импотенции, это миллион и одна проблема может быть именно в одном человеке. Все индивидуально. Каких бы вы специалистов вот здесь в Ютубе не слушали, сколько бы вы не смотрели мои видео. Да, там есть прекрасные, хорошие отзывы. Кому я помогла. Я очень счастлива, что я помогла такому количеству людей. Но, мужчины, в 70% вам нужны хорошие специалисты, урологи, андрологи. Анализы, диагностика нужна. Диагностика как происходит? У вас возьмут кровный анализ. Вы пойдете, сделаете УЗИ. Ничего страшного с вами там не произойдет. И уйма причин может быть, из-за чего у вас возникла эта проблема. И оно само не рассосется, оно само не пройдет. Ну, если вы хотите быть, это можно сказать, как инвалид. Инвалид большой степени, первой, второй, третьей. Инвалид полностью, орган не работает, не функционирует. А очень часто у вас вот здесь причина, вы боитесь пойти к врачу. Ну ладно, мы не про это. Значит, вам нужен, я надеюсь, вы поняли меня, квалифицированный специалист. Вам назначат лечение, лекарственные препараты после хорошей диагностики. Будет план мероприятий назначен, как бороться с этой вашей бедой. Только вас будет касаться, соседу это лечение не поможет, как часто говорят многие. А вот мой сосед принимал то-то, то-то, ему помогло. Да, соседу, может быть, и помогло, но вы не сосед. Поэтому только врач после хорошей диагностики, уролог, да. Вы скажете, ваши советы помогают, мы смотрим. Дорогие мужчины, я да, но я не вижу ваших анализов, я не знаю вашу психосоматику, да, мои советы работают. И моя цель не для того, чтобы я тут стала, не знаю, звездой, мировым спасителем, а для того, чтобы вы, благодаря моему совету, пойти в правильную клинику, к правильному врачу, сделать правильное лечение, вы лечились. И вот здесь написали, спасибо вам, я пошел к специалисту, я переборол свой страх и пошел, переборол лень и пошел. Я вложился в свое здоровье, я оказался здоров. Вот это цель моих видео. А что делать, если нет врача? Ну нет врача, ну где может быть не быть врача? В каком-то там ауле, в каком-то, я не знаю, где-то вы в тундре, в каких-то там лесах, ну по какой-то причине, где сейчас идут мировые конфликты, войны. В России очень многие люди жалуются, что нет урологов, я не знаю. Я там не была, давно не была. Не могу ничего сказать. Ну тогда выход что? Смотрим меня, пьем травы. У меня есть очень популярное видео про мужские травы, которые улучшают мужское здоровье, которые повышают потенцию, улучшают эрекцию, но они пьются длительно. Этим видео я поделюсь или в первом комментарии будут закрепленные, или же будет после слова еще в описании. Размещу плейлист, важно для мужчин тоже, или под видео, или в комментарии, куда вы зайдете и сможете найти видео-ответы на все ваши вопросы. А сейчас я прощаюсь с вами. Кому было полезно видео, ставьте пальчик вверх, делитесь этим видео. Пусть больше мужчин видят это видео и лечат свои нестрашные проблемы. Поверьте, каждый второй из вас вообще не имеет этих проблем. Главное правильно к ним подойти. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok